Всем доброго дня! Ребят, сегодня хочу вас обрадовать. У меня последний день перед двухнедельным отпуском. Я кручусь здесь по месту, и вы две недели сможете от меня немножко отдохнуть. Последний день меня держат близко возле фирмы, но тем не менее попался у меня тут какой-то колхозик, по рассказам коллег, вот здесь направо сейчас, который может быть даже интересным. Маленькая фирма делает сковородки, я везу для них заготовки. То есть коллега мне сказал, что могу не бояться заезжать здесь под запрет, потому что вариантов больше нету. Ну попробуем, сейчас колесики проходят, проходят, здесь тоже ничего не поломать. Посмотрим, что это за фирмочка. Груз не тяжелый, алюминиевые, как я сказал, вот эти блины для сковородок. Но дорога, я посмотрел по гуглу, как бы не совсем для грузовиков, но оно и нормально, если там стоял запрет в начале, то, конечно же, так и должно быть. Но я думаю, здесь мы не встретим второго такого же, как мы. Поэтому где-то вот там на поле, где-то дальше дорога должна поворачивать вправо, по рассказам тем, кто мне помог. Вот, где-то вот, но там есть какой-то единственный индустриальный бокс. Поэтому я думаю, что мы приехали, что у нас там колесиками. Все окей, все окей. Поэтому сейчас посмотрим, сказал, что там и заезд не совсем красивый, и не совсем удобный, как-то балкон какой-то, ну я не знаю. Давайте сначала мы приблизимся, а потом вместе посмотрим. А может быть, ничего интересного и не будет. Так, здесь какие-то трубы, здесь не похоже, чтобы делали сковородки, правда? Дальше тут какая-то заброшенный дом, тоже не похоже. Давайте проедем чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше. А дальше, а дальше, а дальше, а дальше все заканчивается. Ну, это они, вот так называется фирма. Это они, да, мы приехали. Все оказалось совсем не так, как я ожидал. Он сказал, чтобы я вернулся задним ходом немножко, и заехал мордой вот в угол, в угол той площадки, куда он оттянул фургон. То есть, соответственно, потом хвост окажется у ворот, и он сможет меня разгрузить. Ну и потом задним ходом вернусь на главную дорогу. Я говорил, что попробую задним ходом, но он говорит, что это будет очень рискованное предприятие. Я не знаю, если они так хотят. Если они так делают со всеми. Ну да, действительно, хвост оказался у нас уже заехал в ворота, поэтому уже он и в достаточно удобной позиции для выезда по той же траектории. Вот первая фаза. Мы должны держать здесь угол. Вы видели, что хвост у нас должен начать поворачивать, потому что там 20 градусов, он должен обойти ближнюю штангу. Но это приблизительно. Смотрите, я же его не вижу. Ребята, сам маневр по выезду из этой фирмы очень напоминает и отрабатывается в упражнении объезд фишек змейкой. Помните, я снимал такое видео, змейка с задним ходом. Я поставлю в описании ссылку на это видео. Значит, смотрите, мы специально оранжевый вектор ломаем в сторону тягача, потому что желтый еще смотрит на красный угол. И только тогда, когда желтый вектор пройдет в красный угол, чтобы не наступить на него, мы должны стоять в ровную линию. Потом меняем угол, меняем тягач, чтобы открыть себе видимость и увидеть, вышел ли он, потому что иначе нам сейчас нужно будет ломать на левый борт, и мы уже... Вот там доска, видите, доску он поставил. У меня зеркало очень грязное. Тютелька в тютельку доска. Значит, еще чуть-чуть. И сейчас нужно выходить уже, смотрите, выходить на дорогу. В предыдущих видео я рассказывал вам, что перекинуть тягач с левого борта на правый невозможно, так как руль легкового автомобиля остановиться и покрутить. То есть это делается, пройдя некоторые расстояния. Для этого водитель должен смотреть, когда в левое зеркало он увидел, что уголок уже проходит, то есть препятствие треугольника красного мы уже не зацепим его, доводим точку кручения, то есть поперечную линию на прицепе до нее, и нам нужно ломаться уже на левый борт. Преждевременно мы должны встать в ровную линию, потому что если мы даем точкой кручения до него и будем еще на правом борту, то потом не успеем, дорога очень узкая, и прицеп должен разворачиваться достаточно динамично. Одновременно точка кручения у красного треугольника, сам тягач начинает ломаться на левый борт. И ломать на дорогу в противоположную сторону. Тут у нас есть место, ворота широкие, дедушка регулирует. Дедушка регулирует. Мы видим линию, край дороги я вижу, видите, линию там под кустиками, под кустиками. Как тягать заходит на дорогу? Все, он уже 10 градусов не хватает, значит нам нужно возвращать голову. Голову выводить на дорогу. Водолкотек. И вообще не Zig Ratон. Это мой сглой из Казахстана, так что это сделано. Водолкотек, либо тяпара, либо тюнкотек. Хищу. Стреугольника, либо тюнкотек, либо тюнкотек. либо тюнкотек. чтобы лискотеки, либо тюнкотек. либо тюнкотек. Я перехватал за тюнкотек. Водолкотек. Мехват providers, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По салатовой стрелке я скажу, потому что задний, правый, дальний угол рискует наехать на зеленый забор по правой стороне. Вы видите, какова ширина дороги, он не может себе позволить далеко зайти. А вот фиолетовая, синяя черта, это как бы идет траектория тягача, что позволяет без проблем... Вот дедушка, видите, как хорошо регулирует. Грация! Оп, там гольфик, я чуть-чуть перекрутил. Продолжение следует... Не получилось у меня снять вам что-то очень сложное и интересное. Но все равно так, чтобы чисто не пропадать. Это было заключительное видео перед морем. Мы уезжаем на две недели. Поэтому, если что-то где-то будет там интересное, я обязательно вам сниму. Уже такая традиция, что я несколько раз вам снимал кое-что с отдыха. Поэтому, возможно, такое, что мы еще и услышимся. Но, если нет, то всем, кто работает, удачного трудового настроения. Значит, вот, всем, кто едет отдыхать, тоже приятного отдыха. Кто работает, рабочего настроения. А главное, всем и тем, кто и другим здоровья. Все, до свидания, ребят. Спасибо, что поддержали на выезде.